Добрый день! Тема сегодняшнего урока – прямая пропорциональность и ее график. Разработчиком данного урока является учитель математики ОШ номер 86 города Караганды Асамеданова Гульдана Ибракеновна. Сегодня на уроке мы с вами познакомимся с формулой, графиком, свойствами и коэффициентом прямой пропорциональности. Рассмотрим несколько примеров. Математический диктант Первое. Велосипедист ехал 3 часа со скоростью 24 км в час. Какое расстояние он проехал за это время? Чтобы узнать расстояние, скорость умножаем на время. То есть 24 умножая на 3, получим 72 км. Второе задание. За 4 часа автомобиль проехал 320 км. С какой скоростью двигался автомобиль? Скорость находим по формуле. Значит, 320 разделив на 4, получим 80 км в час. Третье задание. Орел летел 6 секунд со скоростью 30 метров в секунду. Какое расстояние пролетел орел? Расстояние находим по формуле. Отсюда следует 30 умножая на 6, получим 180 метров. При наблюдении за изменениями различных величин нам стало известно, что существуют зависимости, при которых, если значение одной величины увеличивается, уменьшается в несколько раз, то существующее значение другой величины увеличивается, уменьшается во столько же раз. Рассмотрим следующий пример. Цена яблок 360 тенге за килограмм. Если обозначить массу купленных яблок килограмм буквой М, а их стоимость в тенге буквой С, то зависимость между этими переменными выражается формулой. Заполним таблицу. За 1 килограмм яблок мы заплатим 360 тенге. За 2 килограмма 720 тенге. За 3 килограмма 1080 тенге. Если взять два любых значения переменной S и соответствующие им значения переменной M, то составленная из них пропорция будет верной. В этом примере коэффициент пропорциональности K равен 360. Во всех этих примерах зависимость между величинами можно задать формулой. Где X значение независимой переменной? Y соответствующее значение зависимой переменной. K не равно нулю число. Согласно равенству Y равно KX, каждому рациональному числу X соответствует единственное число Y. Прямая пропорциональность Y равно KX это зависимость области определения и область значения которой является множеством рациональных чисел. Построим график прямой пропорциональности Y равно 2X. Составим таблицу значения этой прямой пропорциональности с шагом 1. Отметим точки с вычисленными координатами XY на координатной плоскостью OXY. Можно заметить, отмеченные точки принадлежат некоторой прямой, проходящей через начало координат точку O. Проведем эту прямую. Получим график прямой пропорциональности Y равно 2X. Вывод. Графиком прямой пропорциональности Y равно KX является прямая, проходящая через начало координат. Итак, для построения графика прямой пропорциональности достаточно знать координаты двух точек, одна из которых – начало координат точка O. При K больше 0 график прямой пропорциональности Y равно KX располагается первый и третий, а при K меньше 0 во второй и четвертой координатных четвертях. Построим график прямой пропорциональности Y равно минус 1 вторая X. Для этого найдем координаты одной точки по формуле Y равно минус 1 вторая X. Если X равен 4, то Y равен минус 2. На координатной плоскости отметим точку с координатами 4 минус 2. Через точки 4 минус 2 и начало координат O проведем прямую. Эта прямая является графиком прямой пропорциональности Y равно минус 1 вторая X. Для закрепления рассмотрим несколько заданий. Первое задание. Какие из функций, заданных формулами, являются прямой пропорциональностью? В начале урока мы уже знакомились с формулой прямой пропорциональности Y равно KX. Используя эту формулу, можно легко найти верный ответ. Во втором задании обратите внимание, в таблице даны значения. По формуле Y равно KX, подставляя вместо Y и X значений с таблицы, можно найти коэффициент пропорциональности K. После напишите формулу прямой пропорциональности. В третьем задании, чтобы вычислить коэффициент пропорциональности, нужно число колебаний разделить на время. Для того, чтобы записать формулу, выражающую прямую пропорциональность числа колебаний маятника, коэффициент пропорциональности умножаем на время. Чтобы построить график прямой пропорциональности в задании для самостоятельного выполнения Y равно 3X, обратите внимание на дескрипторы. Для самостоятельного изучения рассмотренных проблем, вы можете воспользоваться следующими ресурсами. На сегодня урок закончен. До свидания.